всем привет сейчас зале вам видео посмотреть а расскажу о нашем небольшом хозяйстве ведь у меня там в комментариях появился такой вопрос говорит нафиг тебе столько этих железяк надо то есть расскажи покажи чё чудо как ну сперва расскажу про технику то есть к чему это все и для чего это все надо ну естественно я держу свое хозяйство из-за этого столько железяк и есть вот для себя я сажаю картошку на где-то гектар и серега сажает то есть троем твоем троем мы сажаем то есть у нас есть сажалка есть копалка есть плуг есть окучник борозды нарезать так что сажаем копаем сами себе картошку вот и потом у нас два трактора и две косилки сейчас польских взяли две косилки 2 метр 85 взяли на вторую мтзуха это я косил на т25 он еще кареновская 1 лежит и 2 вон там кареновская стоит беженская то есть две карена 2 польских кареновскими косим уже в августе сентябре то есть если по площади не успеваем догоняем кареновскими то есть они большую площадь скашивают польские же тоже в августе в начале косим то есть они более качественнее прокашивают из-за этого польскими косим то есть польским главное чтобы погода была пожарче чтобы сено в волках про сыхала если не просыхает его приходится ворошить а ворошить это естественно затраты и не хочется лишних затратов на сено сено косим где-то 150 200 вот 200 не еще не косили где-то 150 гектар у серёги три коровы вернее две коровы их бычок вот обмотчик что есть первый год стали обматывать понравилось в следующий год но в этот уже сезон и обязательно начну именно с сенажа то есть закатаем по моим планам где-то сто сто пятьдесят рулонов на наше хозяйство должны закатать чтобы нам на всю зиму полностью хватило кормить и ножом осенном подкармливать вот так хоть вот то есть два трактора у нас заняты сто процентов с косилками плюс пресс грабли большие два трактора сто процентов куновский же трактор он у нас вывозит подвозит по хозяйству то есть вот так какой же хозяйство т25 на подхвате в основном он вывозит сена ну естественно газель газель это нужная и важная вещь которая нам нужна потому что все все на готовим много естественно готовим с излишкой и с надеждой что нам какие-то затраты на солярку на топливо то есть на запчасти сможем продать сена и как-то это все дела окупить хотя бы вы идти в ноль чтобы нам как бы она сена досталась на халяву скажем так но это не на халяву потому что свой труд не считаем вот все наш и гордо кашевать я покажу докажут да дает я покажу ну это цесарки у не остались вот стоит один жрет сушек шаму давно ну а второй уже торчит то есть два пять быков я в год стараюсь как бы держать для себя и что-то как бы продать почему сена готовим столько много сейчас расскажу сейчас щупка ну вот у нас еще одни клиенты тут их я для себя как бы держу но не для себя у нас получается 45 семей для которых как бы держится они основные поедатели у нас комбикорма так вот чтобы как бы комбикорм и они нам доставались дешевле то есть мясо комбикорм не покупать за за деньги по продаем сено продаем и покупаем комбикорм для этих свинюков он сушки давим они все пришли сейчас их плохо видно овцы но ведь я держу всегда постоянно держу чисто романовских племенных но не племенных а именно говорю почему племенных к тому что я их не мешаю ни с чем не не важны для меня показатели там мясо фигаса я держу их для себя именно как русскую породу русских овец для того чтобы они были как говорится за державу обидно но держу я их весной бывает и 100 голов осенью меньше зимой меньше ну естественно ягнята он мелко так катя пришла так что вот романовку держу всегда 100 голов уже сказал весной выходит на осенью 50 оставляю бывает и больше ста выходят пошли катя вот и держу их вон они все то сушками они знают что сушки принес из-за этого так и лезут так что на овец у меня уходит среднем рулон на три дня вот и считаем три дня рулон 10 рулонов в месяц 6 7 месяцев около 100 рулонов на них идет сено а готовим 1000 то есть что-то продаем ладно так что вот так сейчас выйду договорю они не не дают да ну и так если кормить кормить одним сеном у нас выходит это 120 150 рулонов только для себя потому что как бы хранить негде приходится хранить на улице и из-за этого большой расход много откидывается то есть если одним сеном так что это 100 рулонов мы сами 120 съедаем плюс серега у него хозяйство 100 120 в общем где-то рулонов 300 350 у нас только на хозяйство уходит а готовим где-то тысячу плюс-минус туда-сюда так что остальное реализовываем реализовываем за зерно то есть реализуем для того чтобы купить зерно комбикорм и поддерживать уже не только сеном допустим оси ножом кормить и тех же самых поросят хотя поросята тоже силос все наши едят но не основное как бы блюдо у них в рационе так что приходится кормить комбикормом размолом и за этого как бы и готовим в принципе вот кому что интересно пишите буду комментировать